Песни, посвященные России, Ямалу и Новому Уренгою, звучат со сцены городского дворца культуры «Октябрь». Здесь проходит битва хоров Арктика, участвуют взрослые и дети. А кто будет самым голосистым, решит жюри. В этой битве главное оружие конкурсантов, их голоса, 12 любительских хоровых коллективов сразились за право быть лучшими среди участников, воспитанники детских школ искусств и работники предприятий города. Многие не то чтобы впервые запели, но и не побоялись выступить перед жюри. В битве хоров впервые участвуем, а так нигде не выступал до этого. Нас позвали, мы такие, о, прикольная вещь, давайте соберемся. Участники за несколько недель, а некоторые и месяцев, начали подготовку к конкурсу, выбрали композиции, поставили танцевальные номера, детально продумали наряды. В отличие от взрослых, детям помогали наставники и родители. Каждое хореографическое движение, оно по-своему сложное, потому что нужно везде как-то, какая-то дисциплина должна быть в теле. Вот, сама постановка танца была, ну, сложноватая, да. Ну, и еще сложность в том, что у нас с атрибутами мы еще танцуем, и у нас есть такие костюмы, в которых очень жарко. Городской открытый фестиваль-конкурс прошел в четвертый раз. Каждый год он собирает все больше творческих людей. Для многих участников это отличная возможность проявить себя и показать свои вокальные данные. В этом фестивале участвуют не профессионалы, это фестиваль самодеятельных коллективов. И помимо того, что они поют, они просто вот в организации, к примеру, да, в учреждении каком-то, они собрались, там, 50 человек, 40 человек. И вот эти месяца занимались музыкой, неважно, насколько у них высокий уровень профессионализма именно вокального, либо нет. Но сплочает в любом случае, да, и плюс этот фестиваль, он направлен на тематику России, патриотизма, любви к нашему городу. Компетентная жюри оценила участников по десятибальной шкале. Основные критерии – высокоисполнительское мастерство, сохранение народных традиций и идея. Всего две номинации – хоровые коллективы до 18 и хоровые коллективы от 18 лет и старше. Мария Бо, Хуа Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера».